Опа, она уже пошла обратно. Так, ладно. Пойдем, друзья, снова далее в нашу игру на Рыжскую. Продолжим исследование. Так, мы здесь не были. Мы сюда не ходили. Поднимемся, крутенько. Смотрим. Поболтаем. Предателя, вход запрещен. Отлично. Хочешь перепрыгнуть через ограду и узнать, что там на той стороне? Я даже не слишком вдохновляю, где лезть отрядно. Что скажешь, старичок? Эдварь смотрит на покосившиеся ворота, и заросший тропин к ведущему лесу выглядит не слишком соблазнительно. Тот, дьявол, это небезопасно. Тоска, зеленый, ты наверняка самый скучный человек в всей стране. Где-то в дух приключений, старичок. Разве тебе не хочется узнать, куда ведут эти рельсы? Они ведут к старшей шахте, и нет, не хочется. С меня хватило приключений по эту сторону ограды. Кроме того, не про Сташи написали, вход спрещен. Какая же с тобой всякая котища, мишка Тедди. Готова позаботиться об заклад на что угодно, что ты перепрыгнул бы через ворота, если бы думал, что на той стороне тебя ждет Бетти. Фредерик и Ферриланд? Кто же эти предатели, по его мнению? И что теперь? Мы везде посмотрели. Похоже, что тут действительно никого нет. Может быть, мы что-нибудь пропустили? Упустили что-то важное? Как насчет магазина? Мы ведь еще не были внутри. Он выглядит заброшенным. Но может, стоило еще раз глянуть? Это вернуться, да? Давай вернемся к магазину. Ну, а что, его открыть надо? Давайте откроем. Вагонетка. Ага. А мы это не смотрели. И для чего это использовалось? Для вывза руды и шахты на поверхность. Потом руду грузили на лодке. А что там было? Алмазы, золото? Или старое доброе скучное серебро? А что... Так. Железная руда. Какая? Какая содержащаяся включенная железа, которая... Я знаю. Забудьте, Эдвард. Зануда. Не понимаю, почему они оставили ее здесь? Словно памятник. Невзгодом шутковато. Древенские суверия. Может быть, они думают, что если переместят ее, это навеличат на ее... За счастье? Ну, она там. Она уже... В землю пахалась. Так. Ну что? Пойдем. Опа. Что такое? Дреха-то. Че, блин? Оп, шляпка. А это? Лисия. Иди сюда. Это шляпка Бетти. Она была здесь. И, может быть, она где-то внутри. Бетти? Бетти? Ты уверена, Эдвард? В смысле? Это всего лишь шляпка. Да и шляпка ли вообще? Я не уверена, что... Ох, шляпа, собственно, сестры. Я когда-нибудь узнаю, Лисия. Мне нужно попасть изнутри. И как же? Взлом проникновения? Да мне без разницы, на что ее назовут. Ха, уже посрать, да? Ах ты какой. Давай, быстро. Ломай. Че, ломать не будешь, что ли? Открывай. Окно открыть? Турки давай. Ты че, блин, хиляк? Открыть не можешь. Рама-то какая деревянная, блин. Здесь. А, плохо. А здесь? Отдается. Что-то слабовато. Да здесь-то вряд ли. Зашторено. Значит, здесь. Вот это. О! Открытое. Здесь открытое окно? Тебе просто-таки не терпится нарушить закон. Одобряю. Давай, тяни. Не поддается. Ой, только не раскисай. Ну что, заклинило. Ты умница, зайди. Хороший мальчик. У тебя получится. Тянуть сильнее. Давай. Поверить не могу, что я их правда вторгаюсь. Ой. Да что ж такое? Ох, ты Эдди, ты Эдди. Какой же ты тюфьяк. Ждал, ждал. Отвалялся. Давай, уходи. Эдвард Чарльз Хайден. Дилетант. Путешественники. Ворда-мушник. Ворда-мушник по определению уторгался бы дома, а не магазин. Боже, какой же кошмар. Оба эти. Надеюсь, тебе не было здесь, когда Эдвард... Это что, кровь? Не обязательно человеческая. А тогда... Ладно. Что-то написано? Сарай. Сарайное убийство? Кота убил сарай? Барн значит дитя. И Мордор, это, понимаешь... Где-то убийца. Эдвард, они убили ребенка? Кто-то определенно так считал? Возможно, тот, кто разгромил магазин. Не знаю, что Дуду думает о своем пребывании здесь. Не смеши меня. Мы тут совсем одни. Что ты тут еще предлагаешь делать? Да. Проклятие. Шляпка здесь. Успокойся, старичок. Я в любом случае... Чем она поможет, шляпка? Кто здесь еще может быть? Может быть, есть и другие подсказки? Да ладно, все в полном порядке. Мы сумели забрать магазин. И, верно, мы найдем способ пройти через дверь. Ну, вот это вот. Да, можно здесь. Ух ты, карта. Телеграф. Не работает. Почему его не починили? Может быть, он, похоже, особо никому не потребовался. Сос? О-С. Ну, если бы только штука работала. Мы могли бы вызвать лодку, чтобы она нас забрала сюда. Нет, даже лучше. Заказать горячую еду. Неотправленная почва возмущает куча конвертов. Не менее десятка. На всех написано адресат и есть штампы. Но они застрялись здесь, словно души в честилище. Их так и не отправили. Как долго они здесь копились? Я получил письмо от мисс Френа в июне. А они получили мое письмо. Значит, пару месяцев. Может быть, мир забыл о существовании Гелевика. Геровика, точнее. В картине. Тилт Симон прорыт. Здесь ключ должен быть. Что ты делаешь? Еще ключ. Череда твоих преступлений продолжается. Ха-ха. Да. Все ключи пропали. Какие-то настоящие воры определили тебя. Вот негодяи. Ха. Здесь записка. Начертана рунами викингов. Что там написано? Она от Симона. Касса. Касса? Не знаю, что это значит за слово. Джак Пуллетт. Значит, я кладу. А Иннокетт, значит, ключ. Он положил ключ в косу? Не коса, а касса. Жаль, у меня нет с собой словаря. Записка, адресованная к его отцу. Значит, он переложил ключ. Но куда? В кассу. Куда-то более надежное место. Или более удобное. А мы точно сможем доверять твоему значению языка? Ты ведь начал учить его только месяц назад. Я всего лет его читал. А у меня куча свободного времени, пока мы плыли через океан. Да ну, сам подумай. Сколько ты мог усвоить за считанные месяцы? Ты же знаешь мой мозг. Он его впитывает, как губка. Так, а здесь... Он спрятал в этой... В кассе. О, бумажка. Даже сейчас бумажку прочитаем. Зачем Феридикс оставлял список тех, кто он назвал предателями? Что ему сделали? Пошли ему дорогу? В чем-то? Зачем еще оставлять список гавню? Нежелательных персон. Касса. Ага, я догадался, что это значит касса. Логично, да. Сможем открыть? Ну, старина, теперь ты настоящий гангстер. Не переживай, если тебя посадят. И придумаю навестить тебя в казенном доме. Так. Вандалы приходили не за деньгами. Да, я думаю, деньги последние, о чем мы думали. Разве это не должно быть? С ключа? Вот же он. Давай заберем. Старинный ключ, да. Что, пойдем откроем дверь? А здесь, что такое? Ага. Это та же самая фотография, что в доме, но... На ней нет Йохана. А во всяком случае, я полагаю, что он был отрезан. Фредерик явно не хотел иметь ничего общего со своим братом-близнецом. Че такое происходит? Почему? Бинго. Бинго-банго-банго-банго. Давайте откроем. Так, это та шляпка, да? Это ее шляпка. Я не уверен, но Бетти здесь... Причем недавно. Допустим, но если и эта шляпка, что она тут делает, запертый кладовой? Это хлебная крошка на торпинке. Это не ответ. Я точно знаю, что она была здесь. И это главное. Тебе лучше знать, Эдвард. Ну что теперь? Если это хлебная крошка, то где же следующая? Должно быть какая-то причина нахождения шляпки в этой комнате. А это что? Записка, написанная от руки. Я не слепая. Что там написано? Глупый. Сложно прочитать. Я не уверен, что мой перевод будет. Йоханн, ты нектар, отказываешься. Ты отказываешься со мной разговаривать, потому что пишу тебе это письмо. Это от Фредерика, его брату. Симон не... Черт побери. Симон не убивал вашу Рут. Он был привязан к кузине. Рут, Рут, дочь Анны и Йохана. А значит... Та маленькая девочка на фотографии у Томми. О, Эдвард. Девочку Фринландов убили. Это же просто ужасно. Симон работал на ферме, а я был занят в магазине. Но я увидел его, если бы он прошел по тропе к утесам. Они думали, что Симон убил Рут. Собственно, ее двоюродную сестру. Рут, это... Что за слово? А, играла. Рут всегда играла на камнях ниже церкви. Вероятно, она случайно упала. Здесь стопистка обрывается. Фредерик. Ее так и не закончил. А Йохан так и не прочитал. Но не то, чтобы это что-то изменило. Если уж Йохан сочетался, то толпа пришла за Симоном. Его отец наверняка пытался очистить его. 17 сентября. Ты должна быть. Уже была здесь, Бетти. Камни ниже церкви. Разве церковь не прямо над нами? Эдвард, подойди. Сгляни. Вот утес. Прямо здесь. Вот, которым говорится в записке появится заклад на миллион. Где? Сам посмотри. Полагаю, именно здесь. Давай проверим. Нет, Лиси, подожди. Сюда. Угу. Я нашла, Тедди, утес. Я стою прямо над ним. Что ты делаешь? Это нас не касается. Девочка погибла. Мы остановились в ее доме. Господи, боже. Тедди, у тебя вообще сердца нет, что ли? Поднимайся сюда, Эдвард. Хардин. Сюжет минута. А как он поднимется? А, вот здесь. Да? Я правильно понимаю? Нет, здесь нельзя. Производится там подъем. Так, здесь открыто все. Ну что это за мешка совбудет? Давай же, легкий подъем. Выглядит очень опасно. Ты уже большой мальчик, веди себя соответственно. Это же не Эверест в конце концов. Вот уж. Ха. Упси-дэйзи. Да, это легко водит. Давай, давай, давай. Здесь она любила. Что это? Что это? Место, где умерла Рут. Ты слишком впечатлительна. Из-за этого отвлекаешься. Здесь ради Бесси, а не потому, что какая-то девочка. Эдвард, бесчисленный ты болван. Железный дровосек. У тебя, у которого нет сердца. Ты стал гадким и холодным в этом своем ужасном кабинете. Где с твоими годами общались только книги до клопы? Пожалуйста, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Вообще, есть и другие люди. Он не вращается вокруг тебя. Ты сделаешь это, если не ради Рут, то ради нас. Мы должны выяснить, что случилось с бедняжкой. Ты сделаешь это. И мы сделаем это вместе. Он замечает, что все цветы завяли. Уж прошло довольно много времени. Разве ты не говорила, что все это произошло месяц назад? Можно было ожидать, что родные поменяли бы цветы на свежие. Это кровь? Девочка могла удариться об камень головой. Было бы много крови. Какой кошмар. Мне кажется, что тут сзади что-то есть. Ты можешь это додвинуть, камень? Там игрушка. Там игрушка. Часть игрушки. Да, часть игрушки. Должно быть, это кукла Рут. А где голова? Может, убийцы и кукол обозглавляют? Постой, это булавка. Она старая. Прям таки древняя. Как будто из эпохи викингов. Но так как мы и находимся на земле викингов, этой булавке может быть тысячи лет. Она совершенно неуместна на кукле. Да какая разница? Рут Митера, и ты рассуждаешь о какой-то старой, ржавой булавке. Давай поднимемся еще выше. Может быть, найдем что-нибудь еще? Давай же, старикан. Тут недалеко. Ты можешь минут подождать, пока я переведу дыхание? Да, что-то как-то... Шалела ты тем же самым путем, Бетти? Или я блуждаю, спотыкаясь во тьме? Отсюда можно ясно разглядеть даже край мира. Одну секунду. О, Мишка, отойди. Мы должны еще чаще гулять с тобой пешком. Значит, девочка упала вот сюда. Точнее, отсюда. Ты хотел сказать, девочку столкнули. Видишь отсюда, когда она упала? Ты так переживаешь, когда ее упало с дерева, что я просто рискнула падать с утеса. Ну-ка, облокотиться. Если бы она упала на этот камень, головой вниз, смерть была бы мгновенной. Эдвард, ты серьезно? Ты хоть узнать побольше. Вот теперь ты знаешь больше. Она ударилась головой и отлетела в пусты. Где я нашел ее куклу? Теперь ты довольна, Элис? Нет, недовольна. Что она вообще здесь делала? Играла. Она же была ребенком. Дети часто играют в опасных местах. Нет, должно быть другое объяснение. Давай объясним, куда ведет тропинка. Нет, совершенно незачем. У меня нет времени на чепуху. Скоро стемнеет, а Бетти все еще. А ты все еще где-то здесь. Где ты, Лисси? Тедди! Лисси? Слодайся. Я не могу с тобой. Кто знает, что там находится. Это не стоит рисковать падать и... ...брекать что-то. Лисси? Лисси, ты здесь? Капец, Тедди? Господи, не смотри, Лисси. Вот что случилось с деревенскими жителями? Они все покончили с собой? Это все лишь одно тело. Да мы не будем делать поспешных выводов. А как насчет тех свежих могил в церкви? Тем не было полдюжины. Что же все произошло? Взяли и умерли? Одно необязательное связано с другим. Да что ты. Это просто ужасно. Почему он так сделал? Так долго он? Судя по состоянию тела, может пару недель. Зависит от температуры. И влажности, конечно. Но не дольше. Его убили? Он мог и сам столкнуть стол. И что тут написано? Господи, прости. Разве убийцы не попадают в ад? Разве не так, сказал твой отец? Стоп, замолчай. Твоя мать вот... Вытопилась. Прости. Ты думаешь, это имеет какое-то отношение руки? Может она отткнулась на этого повешенного, когда еще была жива, испугалась и убежала и... Нет, это произошло позже. Но почему я чувствую его облегчение? Может он и есть убийца? Чувствую вины, грызла его изнутри и он покочит с собой. Это не обоснованное предположение. И кто он? Один из фридландандеров? Это не Йоханн и не Фредрик. И он слишком взрослый для Симона. Здесь нам больше нечего делать. Я возвращаюсь. Пусть душа этого несчастного упокоится с миром. По-твоему, он выглядит, как упаковываешься с миром? И что, ты так оставишь его просто вестись? Ты просто бесчувственное бревно. Я здесь ради Бетти. Это, это всего лишь трагично. Но, если честно, меня совершенно не касается. Бетти, Бетти, Бетти. Все время одна только Бетти. Тебе на других вообще наплевать? А что если бы это я висела там? Тогда тебе было бы все равно. Ты просто помешался из-за шарфа. Шляпки. И тьфу. Это все, что осталось от Бетти. Бетти. Опять это Бетти. Эдвард. Эдвард. Это повешенный. Он тоже человек. Не важно, что он сделал. Он заслуживает уважения. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Эдвард. Этот повешенный. Он тоже человек. Не важно, что он сделал. Он заслуживает уважения. Прошу тебя, соверши хоть один достойный поступок. Если не ради меня, то хотя бы ради себя. Или ради... Ради своей Бетти. Что ты делаешь? Ты не можешь просто взять и стащить его за ноги. Попробуй оставить петлю. Я туда не дотянусь. Ты не можешь сделать это. Нет, можешь. Эдвард, я знаю, что ты сможешь. Тебе довелось пережить кое-что хуже этого. Давай. Ну и где же Фернанды, Эдвард? Пошло уже два дня. Если они вернутся сегодня ночью, они вообще не вернутся. Может быть, они уехали, когда их дочь была убита? Ты хотела сказать, разве не так мы считаем? Самое простое решение считать Эдварда часть его самой верной. Делень считает, что Симон поделит свои мыслями. Может быть, она упала случайно. То есть, ты не думаешь, что это было убийство? Сложно что-то сказать с уверенностью. Парень мог ее толкнуть. Сказали, что вы сказать с уверенностью. Так, ага. Откуда я могу? Никакого толку. Может быть, обсудим это завтра? Прости, я. Ты выжит, как лимон. Я похоронил сегодня труп полица. Знаю, прости. Почему ты не спишь из гостевой спальни? На диване только тоже нормально. Фредланды все же могут вернуться. Ладно, только не приходи ко мне хныкать, если проснешься из-за затекшей к шее. Я пока не буду спать. На случай, если хочешь, поговорить. Ты хочешь... Что? Что, пойдем обследовать, что ли? Смотреть? Что здесь? А, листовка еще одна. Что ты нашел? Кто-то пытался сжечь вот это. Как и книга? Странно. Да? Адресован мисс Фредланд. Моя дражащая Анна. Это от ее сестры, Маргар. Жена Фредериха. Ты же помнишь, что братья взяли в жены ассистер? Да, и это чудесно. Читай дальше. Нет, я не стану. Правда. И как же мы тогда собираемся выяснить, что случилось? Читай дальше. Моя дражащая Анна, я скучаю по тебе. Очень-очень скучаю. Дитя вот должно родиться. Я желаю, чтобы наша семья высоединилась до того... Может, пошло семь лет с того дня, когда ужасно прошествие шахты. Неужели мы не можем убедить Фредериха и Йохана забыть и простить? Я знаю, что есть кое-что, что Фредериху утаил от меня. Что они обнаружили и почему рассорились. Их распят, рвет все наши связи и разъединяет. Фредерих даже не разрешает мне разговаривать с половиной соседей. Называя их предателями. Он очень зол и полон сожаления. Все это грязет его изнутри. И мы... И мы что? Остальное прочитать невозможно. Маргет пыталась достойчиваться до сестры, но полагая, что это не сработало. Письмо было написано еще до рождения Симона. Но сожжено недавно. Да. А что они нашли, интересно? Ты что пугаешь так? Что здесь такое, книжка? А, это сожженная книжка. Я чуть не забыл отложить ее в сторону, зажигая огонь. Там разве не было написано внутри? Ага. Симон, это Симон, дал эту книгу Руд. Но... Кто же ее сжег? Йохан? Или Йохан, или Анна, если они считали, что Симон ее убил. Но ведь они дружили, так? Симон, Руд, до того как... Я так думаю. И мы знаем, что сестры были очень близки друг к другу. Я так и не понимаю, почему братья-то рассолились. Чтобы они не послужили причиной раскола. Это была очень веская причина. Да. Мы читали, да, получается? Сейчас взглядное фото. Почти испытываешь боль. Весь этот мир развалился на куски. Я не могу даже думать об этом. Тогда, когда мы знаем, что существует Руд, этот пустой дом кажется еще более жутким. Это же просто дом. Ты знаешь лучше других, что души умерших могут витать неприкаянные, особенно если умершие нет никаких души. Жизненная сила, призрак. Называй как хочешь. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Призраки существуют только у нас в голове. Это твое мнение. Ты думаешь, что Симон убил Руд? Не важно, что я думаю. Важно, что произошло на самом деле. И у нас так и нет всех фактов. И не знаю, в чем уверить. Иногда дети совершают чудовищные поступки. Два брата женились на сестры-близняшках. Аня и Маргарет Тейлор. Позади них гравинская церковь. Надежды и мечты. Все рассыпались в прах из-за козней судьбы. Блин, меня пугает это. Шахта должна быть имела большое значение для горе-века. Гровика. Да, возможно, жить лучше, чем еле-еле сводя концы с концами. Потерять все, наверное. Это был сильный удар. Это та фотография, которую мы видели в лавке. Только это непрерывно. Значит, этот брат, Фредерик, был звон на Йохан раньше Руд. Из-за... Из-за шахты. Все ведет обратно к шахте. Йохан и Фредерик Фредланд. Не разлей вода до того, как все изменилось. Разве ты не говоришь все это время, что нашу волю мы выбираем сами? Хотел бы я знать, так ли это. Теперь в этих заголовках мы видим какой-то смысл. Йохан продает свою долю. И вскоре в шахте происходит обвал, убившись трех человек. В том числе и третьего младшего из братьев. Инвестор покидает компанию, оставив Фредерик со счетами на руках. Мне так и их всех жаль. Потерять брата, потерять дело. Да уж, никакого счастливого финала. Что ты делаешь? Бетти захочет получить их обратно. Я не думаю, что это хорошая идея. Не сейчас, прошу тебя. Я очень устал. Ты выглядишь измотанным. Ложись, Эдвард. Я тебя укрою. Да. А я хотел посмотреть здесь. Мы наверх не можем подняться? Можно. Ну, посмотрим. Здесь записи каждый день. Но почему-то не читаются. Попробовать поиграть. Другие инвальдцы. Другие инвальдцы. Другие инвальдцы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok